Дорогие друзья, присаживайтесь, пожалуйста. Огромное спасибо группе Пения Восточного Региона, которые встретили нас сегодня и представили нас таким потрясающим прославлением нашего Господа. Аминь. А сегодня у нас праздничное собрание. Сегодня у нас праздничное строение. Согласны? Как сегодня Евгений приветствовал, будет серьезная тема о духовной битве, о том, что действительно происходит в жизни человека в этом мире, и то, что происходит в жизни ученика Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы, во-первых, проводим наших деток в детские программы. Спасибо, Женя, вам скажите. Их будет там великолепное время общения, изучения Библии. Вот, у нас тоже будет великолепное время. Духовная битва. Проповедь называется «Ты в духовной битве». Добро пожаловать. А сегодня множество людей говорят о духовной битве. Есть множество проповедей на тему духовной битвы. Есть наши размышления на тему духовной битвы. Вы согласны? Да. Но иногда получается так, что человек борется иногда с Богом. Бывает такое? Бывает. Иногда человек борется с самим собой. Бывает такое? Чаще. Чаще. Вот. Но сегодня мы посмотрим немножко в другой плоскости, о такой же духовной битве Библии, говорит к нам сегодня. Давайте вместе откроем к Ефесянам главу 6. Хорошо? И в Ефесянам глава 6, и здесь с 10 стиха по 12. И в Ефесянам 6, и с 10 стиха по 12. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облегитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань, то есть битва, не против крови и плоти, но против подчасть, против властей, против мира правителей тьмы века сего. То есть Павел пишет в момент, когда были гомения. «Против духов злобы поднебесных». Аминь. В какой плоскости мы сегодня будем изучать Библию? Да, духовная битва. Да, в Боге. Да, где-то иногда с самими собой. Но здесь конкретно сказано, что наша брань, она не с человеками, но против духов злобы поднебесных. Против сатаны. Аминь. У меня есть заготовка домашняя. Я нашел несколько картинок. И тогда Алексей сейчас включит это на большом экране. И мы посмотрим два слайда. Пожалуйста. Слайд номер один. Сватка. Иисус и младенец. Вот такой слайд. Вызывающее. Но вы знаете, на самом деле наш Господь не занимается армейсингом. На самом деле это как люди представляют духовную битву. Наш Господь, скорее всего слева это дьявол, и вот они сражаются. Но вы знаете, это просто как люди представляют. Вот такая, знаете, нехитрая битва. Еще один слайдик. Можно? Нет, 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 нет. Вот первый наверху слева. Это слайд из известного фильма. Не будем рекламировать. Видите, да? То есть они на таких мечах. Вот энергетических. И это битва. Люди в мире представляют битву вот так. То есть достается вот этот волшебный меч, начинается какая-то там драка, кто-то побеждает, поскорее всего добро. Вот такая картина о битве. Спасибо, Леша. Можно следующий. Но Библия говорит, что на самом деле все гораздо серьезней. Что наша брань против духов, злого поднебесного, серьезно. И Библия объясняет. Люди, поймите, это не игра. Это не Армеслер. Это духовная битва за твое спасение, за твою душу. А 2000 лет назад, 2012 почти, там историки спорят о конкретной дате, наш Господь был на этой земле. Он прожил удивительную жизнь, но самый главный смысл его жизни, он положил себя за нас. Он был распят за грехи людей, как мы знаем. Но в его смерти было удивительное событие. Удивительный смысл – это победить дьявола. Это не сверху дьявола с небес, мы еще прочитаем его в этом отрывок из Библии. И дать людям доступ к небесному Отцу, в вечное Царство и обрести спасение. Аминь. Цена духовной битвы – это жизнь Иисуса Христа. Это жизнь Сына Бога. Немногие люди сегодня вот в нашей такой радостной, динамичной Москве думают об этом. Немногие. Иногда я разговариваю с людьми на тему духовной битвы, объясняя, что есть Бог, есть дьявол, что есть твоя душа, и тебе нужно ее спасти. И Господь наш в Иисусе Христе предлагает это спасение. И вы знаете, люди очень интересные, мои близкие друзья порой, они реагируют так. Но я в нейтралитете. Я, как у Андрея, я тебе очень сочувствую, я тебя поддерживаю, я, ну, понимаю, как бы с Богом быть правильно, но у меня какие-то проблемы не поставят к Богу. Но и с дьяволом тоже я не, 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 нет, я с ним не вместе. Я в нейтралитете. Знакомо такое? А представьте себе, ну, не знаю, Куликовскую битву, представьте себе Батыя, русскую партию, вот эта битва на этом поле, и вот это маленькое селение. Знаете, как трагедия была бы, но он говорит, мы в нейтралитете. Представьте, идет лавина, одна с одной стороны, другая с другой. Мы в нейтралитете. Возможно, возможно, они и задекламировали свои желания, но, наверное, в этой битве, в этой, не побоюсь слова, мясорубке, нейтралитета не бывает. Когда ты в битве, ты либо на одной стороне, либо на другой, вы согласны? Либо ты на свету, либо ты во тьме, полумрака не существует. Либо ты с Богом, либо, к сожалению, дьявол, даже не ведая, манипулирует твоей жизнью. Ты забрал буквально образы правления твоей жизнью в свои руки. Сегодня мы поговорим о том, как нам освободиться, как нам убить дьявола. Знаете, тоже мне понравился пример, в одном фильме, не буду рекламировать, главному герою предлагают на выбор две таблетки, красную и силию. Да, знаете, он выбирает правильное решение, он выбирает красную, вот он просыпается и оказывается в реальности. Такой фантастический фильм. Спустя время один из его друзей, как бы по вот этим событиям, вот он говорит, лучше бы я выбрал в свое время синюю пилюлю, и мои подглаза не открылись. И политика фильма, она в том, что хорошо ли это или нет, знать правду. То есть если, или лучше жить в неведении, знаете, как какой-то такой негативный персонаж, он говорит, я понял, счастье в неведении, все просто, говорит, не знаю о проблемах, там сплю где-то там в анабиозе, все нормально со мной, а где-то там битва, там кто-то с кем-то борется, мне на это начкать. А в это время, там, в этом фильме, просто машины поедают его плоти, бьются его энергии. Если перевести это на наше время сегодня, вы знаете, сегодня Библия говорит, нужно открыть глаза. Людям нужно открыть глаза, нужно увидеть на самом деле, сделать правильный выбор. Я хочу знать реальность этой жизни. Библия говорит, ты в духовной битве. Хочешь ты или нет, она состоялась. Аминь. Две тысячи лет назад Иисус умер на кресте, чтобы скинуть дьявола с небес. Гораздо больше тысячи лет назад наши прародители Адам и Ева ввергли нас в духовную битву, сделав неправильный выбор. Они взяли и пошли против Бога, к сожалению. Сомневались, не доверяли и потеряли рак. Поэтому сегодня, знаете как, на фоне телевидения, там, не знаю, ток-шоу, полетов в космос, не знаю, там, отдых на Средиземном море, иногда так трудно понять эту реальность. Знаете как, не хочется даже ее понять. Что это за борьба? О чем ты говоришь? Библия говорит, нужно открыть глаза. Нужно увидеть то, что происходит битва. И в этой битве тебе важно быть победителем. Аминь. Матфея 13 глава. Здесь интересная притча, мы вместе ее разберем. Потом я расскажу страшную историю. Вчера у нас детки, не буду говорить у кого, были дома, и они вместе ночевали. Здесь еще не только иногда проводят время такое. Вот, и мы звонили вчера, там, дочке, Катя, как дела? Вот, и не буду говорить, кто это, Лина Морозова. Она говорит, они нам страшные истории рассказывают. Подожди. И, по-моему, сейчас как раз твоя дочь рассказывает самую страшную историю. Потому что не знаю, что Катя рассказывала, но я сильно поделюсь одной историей. А, Матфея 13, здесь притча на сельскохозяйственную тему. 24 стих. Так, секунду. Давай, Андрей. Дальше, чуть-чуть не так. 13-24. Давай, Андрей. Царство небесное, сказал Иисус, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда люди спали, пришел враг и посеял между пшеницами плевелы и сорняки и ушел. Когда взошлась зелень, показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы, домовладыки, сказали ему, господин, недоброе ли семя ты посеял на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Позже сказал он, враг человек сделал это. А рабы сказали ему, хочешь, мы пойдем и выберем их. Но он сказал, нет. Чтобы выбирать плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе и то и другое до жатвы. А во время жатвы я скажу женицам. Соберите прежде плевелы, свяжите их в связке, чтобы сжечь их. А пшеницу уберите жительцу мою. Аминь. Удивительная притча. Знаете, чем? Она нелогична. У кого есть огород? Ну, хотя бы клумба. Дома что-нибудь, может, на Балахове. Вот. Как часто вы делаете прополку? Вопрос. На огороде. Кто делает раз в год? Наверное, несколько раз за неделю или за месяц, по крайней мере, точно несколько раз. Вы согласны? То есть, ты выдергиваешь, чтобы помидорчики не заросли каким-то непонятным сорняком колючим. Или огурцы, там они иногда тоже забиваются. Вы согласны? Иисус здесь говорит другое. Он говорит, и сорняки, и пшеницы. Все пусть растет до конца. Пока жатвы не остались. Да. А ты разжатый убудет. Просто все это чик, подпорим, хорошее соберем, а плохое сожгем. Но потом, в конце. Давайте мы прочитаем расшифровку этой удивительной сельскохозяйственной притчи. И посмотрим, что же Иисус имеет в виду. 36 стих, 13 главы. Тогда Иисус, отпустив народ, пошел в дом, и приступили к нему ученики, и вы сказали, изъясни нам притчу о плевелах, о сорняках на поле. Он сказал им в ответ, все еще доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир, доброе семя, сыны царствия, плевелы, то есть серняки, сыны лукавого, дьявола. Враг посеющих есть дьявол, жатвы есть, кончина века, а жнецы – суть ангелов. Посему там собирают плевелы и огнем сжигают, так будет в кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов свои, соберут из царства все соблазны и делающие беззаконие, и ввергнут, и в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники высияют, как солнце, в царстве отца. Кто имеет души, слышит, да слышит. Аминь. Отрывок для скептиков. Ну где же твоя духовная битва? Почему Бог прямо сейчас не разберется со злыми людьми? Почему Он прямо сегодня, вот в этом собрании, не покажет силу Бога, свою силу? И там и не победит грехи в моей жизни и так далее. Здесь сказано, Бог ждет. Это Его план. Настанет последний день. И чтобы, так сказать, все было чин по чину, праведники будут спасены, беззаконники будут наказаны. Сегодня время выбора. Бог не хочет никого заставить. Суть этой притчи, что поле это мир. И у этого мира есть время. И это время есть выбор. Каждый человек решит, с кем ты хочешь быть. Ты хочешь быть с Богом в вечности? Или быть обманутым сатаной, своими грехами, вожделениями и так далее. И оказаться в не лучшем месте. Быть сожженным. Душа погибает от этого серьезно. Библия говорит, у нас есть выбор. Пока ты жив. Вот сегодня. Выбор это сегодня. Потому что вчера и завтра это понятие абстракции. Но сегодня тебе важно сделать выбор. Где и с кем ты хочешь провести вечности. Аминь. Страшная история, я обещал. Давай, да. Примерно две недели назад мы стали замечать, как в подъезде. Такая бытовая страшная история. Расслабьтесь, не переживайте. Вот. Мы стали замечать такой аромат неприятный. Заходишь в подъезд, и как он все сильнее и сильнее. Две недели мы ждали. Жена не доставляет. Потом Маша говорит, слушай, ну, как-то, может, спросим у народа. Вот мы раз у одних спросили, и все говорят, и мы тоже чувствуем. Я говорю, что ж молчите-то? Не знаю. То мы еще у кого-то спросили, тоже чувствуем. В итоге я не выдержал. Через две недели я звоню в дирекцию эксплуатации. Есть такая служба. Ну, и она, да, здравствуйте, вот у нас такая ситуация. Они говорят, да, ну, все. Я говорю, пожалуйста, отзвоните сегодня. Знаете, как люблю отчетность. Вот, позвоните сегодня и расскажите, что там случилось. Вот. Сработал, где-то, там, в час дня звонок. Вот. Говорит, вы знаете, вот, по, как бы, вашей заявке пошли, как бы, монтажники, работники. Затор канализации. Ну, я понимаю, прорыв конкретный был. Вот. Все мы исправили, простите, извините, пожалуйста. Все. Мы радостные. Вот потом запад сменился хлоркой, сейчас все улетось. Это страшная история, почему мы в этом жили. Мы заходили, новый дом, новый подъезд, ну, реально, там, 90-го года постройки. И, знаете, вот это просто чувство, что что-то просто не так. Все ходят просто с таким важным видом, там, солидные люди живут у нас тоже. Все нормально. Начали разговаривать, и нормально. Пока не спросили, все нормально. О чем эта история, знаете, меня научила? Что, во-первых, надо быть открытым. Но самое главное, человек так легко привыкает к плохому. Серьезно? Так легко. Вот, буквально две недели, это был караул. Вот мы с дочкой заходили, мы говорили, Катя, что это? Мы все надеялись, что это чудом растасется. Знаете, как бывало? Зайдешь, и все-таки не прошло. Первое, человек ко всему привыкает, к сожалению, к плохому. Второе, он может жить и думать, что так и должно быть. И третье, если ты начинаешь с ним разговаривать, то на самом деле, искренне, никто не любит жить в плохом. Там, в плохом месте, в плохом запахе, в плохих ситуациях жизненных. О чем эта история? Что и нам нужно действительно открыть глаза. Как мы уже сегодня говорили, открыть глаза и понять, мы в духовной битве. Нам надо быть с Богом. Не обмануться дьяволом. Найти действительно в себе силу принять решение, следовать Слову Христа. А в заключении об этом притча первая глава. Давай, Андрей. Притча первая глава. Здесь удивительно описывается то, что он говорит. Первая глава здесь, 27 стиха. Когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас. Когда постигнет вас скорбь и теснота. Когда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. Я просто так говорю, что здесь идет речь от мудрости Бога. То есть мудрость звают к людям, люди отвергают. Здесь как бы мудрость от лица Бога говорит. За то, что они, люди, возненавидели знаний, и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои. Зато они будут вкушать от плодов путей своих, и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежь убьет их. Вот здесь внимательно. И беспечность глупцов погубит их. Беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня, то есть мудрость Божию, будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Какой выбор? Вы знаете, это наше право. Это наша свободная воля. Почему мы хотим следовать? Сегодня Москва, несмотря на всю деловитость, несмотря на всю занятость, пробковость, бизнесовость, крутизму, как здесь сказано, она беспечна и глупа. Она беспечна и глупа. И это не мой вызов как человеку, это вызов Бога. Здесь сказано, что люди отвергают слово Бога. Люди обманывают. Люди готовы ради какой-то прибыли, там, не знаю, свое слово, данное кому-то, просто бросить и растоптать. Люди готовы изменить и предать. Люди готовы, знаете, как локтями протолкаться, лишь бы пролезть. И здесь сказано, что они не слышат слово Бога, они беспечны. Бог зывает. Библия кричит. Ученики проповедуют. Поповедуют. Аминь. И людям по барабану. Им просто как, им это не интересно. Им просто как, нет дела в том, что говорит Библия. Беспечность глупцов погубит их. Нам нужно как ученикам Иисуса, обращаясь к ученикам сейчас, нам нужно как ученикам не терять веры. Если кто-то рядом с тобой не обращается, вспоминай притчу про плевелы. Вспоминай притчу, что будет жатва. И что у Господа для каждого припасено по справедливости. Аминь. И по милости, если ты его ученик. Давайте еще прочитаем отрывок из Библии. По этому моменту просто в заключении скажу. Нужно проснуться. Духовная битва реальна. Битва настоящая. Ранение в этой битве, мне очень понравилось, ощутимо. Это наша внутренняя боль. Это наша проблема, которая приходит, если мы без Бога. Библия не случайно использует такие сильные образы, о которых мы сегодня говорили. Знаете, 1 Петра, 5 глава. 8 стих. Не устали? Нет. Давай, давай. Знаете, во время Великой Отечественной войны было очень сложно найти подходы к одному типу врага. Знаете, как со всеми было удобно вливать, кроме одного. Это снайпера. Наверное, слышали про это, да? Снайпер, он что делал? Он, первое, он маскировался шикарно. То есть он так, скажем так, выбирал позицию, надевал на себя всякие там листочки, там каску, там подсвет, там какие-то этой местности. Его нельзя было просто увидеть. Второй момент, он постоянно менял точку дислокации. То есть если сегодня он был здесь, и снайпер уносил самые полезные удары, пороги для офицера, командующий состав и так далее. То есть происходили серьезные ущерб происходящие из таких людей. И вот вы знаете, в чем момент в духовной битве из этой такой жизненной притчи для нас? Что хорошо сражаться с врагом, если ты его видишь. Но знаете, иногда мы не видим врага, с кем мы сражаемся. Поэтому давайте прочтем отрывок 1 Петра, 5 глава. Чтобы наши духовные глаза были открыты. Чтобы мы понимали, с кем мы ведем духовную браку. 1 Петра, 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь, бодруствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». И, Леша, можно второй совет показать? Вот он, серьезный противник. Лев. Следующий Леша. Так, ну это можно пропустить. Черт, не знаю. Вот. Эй, это маленький такой чертик. Вот мне, когда я просто выбирал небольшие картинки для проповеди, мне очень понравилось. Такой безобидный, с такой минной такой улыбочки, такой типа, знаете, как кот. Такой котик, вот. Ну, чертик, с лилами, с рожками и так далее. Спасибо. Вы знаете, враг, какой ты имеешь момент представления о сатане сегодня? Кто в твоем понимании дьявол? Что библия, что дьявол, у него есть много имен. Это дьявол или сатана, противник или обвинитель в переводе, Вильзевул, Люцифер, зверь, князь тьмы, и, вот как мы читали, лев. Дьявол подобен леву. Какое у тебя представление в твоем сердце о главном противнике, духовном противнике, Бога, Христа и каждого ученика Иисуса и всех людей в этой мире? Оно наподобие первой картинки, где действительно лев, серьезный, красивый и страшный зверь. Или это такой чертик, который, знаете, хочет людей ввести в некие переживания, грехи, искушение соблазна, и ничего страшного, если это происходит. Какой образ? Задайте себе честный вопрос. Ответьте на него. Это во многом поможет вам быть победителем в духовной битве. А я просто прочитаю о том, что буквально недавно я узнал о львах. Львах, лев, это серьезный зверь. То есть это не симба из мультика, знаете так. Милый, красивый, пушистый. Лев серьезный охотник. Он развивает скорость до 115 км в час. Можете представить? Дистанцию в 600 метров лев преодолевает меньше, чем за 4 секунды. 4 секунды. Лев в момент правильного удара самими челюстями он перекусывает буйвол-хребет. Буйвол. Любой лев, если ему такой сделать эксперимент, взять автомобиль обычный, если правильно упереться, лев может перевернуть автомобиль. Представьте? То есть если сделать такую цирковую штуку. В Южной Америке была страшная история, когда буквально все газеты, знаете как, целую неделю это были снимки, фотоснимки, они буквально показывали трагедию, которая случилась в пустыне, там, в сафари. Два человека в лондровере приехали пофотографировать зверей. Один из друзей увидел, как лев вдалеке, знаете как, охотился и потом ламя и начинал там кушать. И этот человек, он вышел и решил, ну-ка, буду я смелым, попробую-ка я просто пофотографировать поближе. И вот он вышел из лондровера, вот, и вступил, скажем так, на путь к своей смерти. Я буквально здесь прочитаю, мне не то, чтобы это понравилось, но это очень, очень пробуждает. Вскоре он, этот человек, с замиранием сердца, нажимал на ногу фотоаппарата. Раньше ему никогда не приходилось присутствовать на львной охоте. В это же время в траве, стоя на коленях, его друг наводил объектив на льва самца, чьи влажно откровен муртарь, все еще осталось погруженным скелет зебры, стараясь вытащить очередной кусок мяса. Он иногда приподнимал голову, чтобы прожевать и прорвать и пищу. Казалось, что люди совершенно его не интересуют. Кстати, диалог, как хитро может действовать. Совершенно не интересуют. Затем случилось вот что. Хрустнула лебедка или зарычалок на лесбии, но неожиданно внимание человека привлекло что-то справа от него. Повернувшись, он заметил левицу, прижавшуюся к земле. помешал бы ему заметить ее в приближении. Лебедка внимательно смотрела на человека, опустив головой хвост. На секунду их взгляды встретились и эта секунда показалась человеку вечностью. Его сердце застучало как басовый барабан, он решительно направился к машине, но лебедка взметнулась в воздух и за всей силы ударила его в грудь, повалив на землю, вцепилась в горло. Опытноохотники знают, что если на вас напал лев, единственное спасение скормить ему часть руки или предплечья, вам, ну, если вам не удалось прогнать его, возможно, хотя бы за это время, пока он ест часть тебя, ваш друг сможет сделать удачный выстрел. Но этот человек не усмел соображать так быстро. Он только кричал до тех пор, пока челюсти не сомкнулись на его горы. Это реальная история из реальной жизни. То есть, мы Москва можем просто понять, вот если поехать в Африку, это реальный момент, это лев. То есть, это не шутка. Вы знаете, мне эта история помогла. Я увидел, я просто понял, что Андрей, смотри, ты даже знаешь Библию, ты даже читаешь ее каждый день, но кто-то затуманивается. С кем ты борешься сегодня? С самим собой? Ну, в какой-то мере. С Богом где-то принимая его волю, которая трудная иногда, наверное. Но главный противник не ты, и тем более не наш Господь Спаситель. Аминь. Главный противник это дьявол. Давайте будем реальными, давайте не будем обманываться. Дьявол желает поглотить тебя быстро, целиком, потому что он не хочет один погибать и гореть в аду. Откровение, 13 глава. Давай, произошла на небе война. Михаил и ангелы воевали против дракона. И дракон, и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось для них места на небе, и неизвержен был великий дракон древней змеи, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, неизвержен на землю, и ангелы были неизвержены с ним. И услышал я громкий голос на небе. Ныне настало спасение и сила Царства Бога нашего и власть Христа, потому что неизвержен клеветник братья наших, клеветавшие на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей дарю до смерти. И так и селитесь небеса, питающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему останется времени. Аминь. Вот она картина такая, космическая картина духовной битвы. Библия говорит, смотри, человек, имей ее в своем сердце. Не вот этого чертика с силами, фанатика, или льва силы. Космическая огромная картина о том, что за твою душу сегодня происходит битва. Она не происходит где-то, она происходит в тебе. В твоем разуме происходит битва, в твоем сердце происходит битва, и цена этой битвы твоя душа, твоя вечность и твое духовное счастье сегодня. Потому что, вы знаете, если ты принимаешь сторону Бога, да, в твоей жизни есть испытания, аминь, братья и сестры, есть испытания, но они какие-то радостные, позитивные. ты знаешь, за что страдаешь. Вы согласны? Ну, за хорошее страдаешь, скажем так. В мире, когда я не был учеником Иисуса, я был как плевел, расспоминаю себя до церкви. Я помню, как в 94-м году меня пригласили на собрание, как мы ехали в электричке с друзьями, такими чуть-чуть, даже где-то там, под шофеем. Ну, нас пригласили, мы были благодарны. И Виталий, это брат, Виталик, очень радостный, всю дорогу ехал, радостно улыбался, что-то рассказывал. И я помню, как я задал ему вопрос, Виталий, вот не знаю, прямо к этой проповеди, какая роль вот как бы вашей церкви, нашей церкви, вот куда мы едем сейчас на собрание в духовной битве добра и зла. Представьте, вспомнил эту историю. Виталий улыбался, он так смотрел, и потом с такой же улыбкой через паузу, но я потом тебе попозже об этом расскажу. Может быть, в этом был смысл, что он не знал, что сказать. Может быть, он ждал, что мы придем на службу, и потом будет основание для нашего общения. Но сегодня мы уже изучаем Гиблию. И нам важно сегодня держаться в Боге. Аминь. Сегодня просто решить, я не хочу под сорняком. Знаете как, я не то, чтобы это понимал при себе, но когда я пришел на первое собрание, я видел, что люди не такие, как я. Есть радость, есть вдохновение, есть действительно какая-то перспектива в его глаза. Знаете, как ко мне подходили люди совершенно разные. У меня было чувство, что я их знаю. И я их не знал. Но это их отношение было ко мне. Да, братья и сестры? Ведь мы так относимся к тем, кто приходит нам впервые на собрание. Или еще как бы думает о том, будучи неком или нет. И вы знаете, вот эта искорка, она вдохновила меня, что я могу, знаете, как изменить свою жизнь. Потому что я, как никто другой, внутри себя понимал. Есть плевелы, есть грехи, есть проблемы. Что Бог не одобряет мой образ жизни. Знаете, как недавно был у врача, у Лора, консультировался, и она говорит, а что с носом было? Я говорю, ну вот там операция, на самую перегородку. А почему? Я говорю, ты в Солнцево жил. И она как, понятно, а что это означает? Я говорю, ты в ныне, не буду рад. Ну упал так, вот это был момент. Знаете, на самом деле, мы живем и жили в реальной непростой жизни в Москве. Многие из нас имеют серьезный жизненный опыт. Но сегодня важно открыть Библию, открыть свои глаза, понять, что есть серьезный противник у нас, духовный противник. Это дьявол. Лев, как Библия описывает. Дракон серьезный, которого можно победить только с Иисусом. В письмах Баламута мне понравилось, есть такое произведение, фантастическое произведение Льюиса, известного христианского писателя. Описан демон, инструктирующий своего ученика. Демон говорит такую вещь. Наша политика состоит в том, чтобы скрылаться, разумеется, как было далеко не всегда. Перед нами мучительная дилемма. Представьте, Бес говорит. Когда люди не верят в нас, не верят в нас, нам не получить тех отравных результатов, которые дает прямой террор. И к тому же мы лишены рабостной магии. Типа, это я нам вредил. С другой стороны, когда они в нас верят, мы не можем делать из них материалистов и скептиков. Черти космические персонажи для современных людей. Это поможет тебе. Если какое-то смутное подозрение заплежет в голове подшерпного, покажи ему изображенные существа в красном прико, убеди его, что поскольку в такое существо он верить не может, он не может верить и в тебя. Представьте, писатели все четко осмыслили уже. Льюис пишет удивительное наблюдение, что трудно бороться с тем, в кого ты не веришь. Вы согласны? Трудно бороться с тем, кто является мифическим персонажем. Но если ты понимаешь, что враг реален, что сегодня выйдя из зала мы реально столкнемся, может быть, с метро с какими-то ситуациями, дома, со здоровьем. Знаете, как дьявол бьет по здоровью? Он пытается людей реально сманипулировать, чтобы они пошли на все, только бы не к Богу. Куча экстрасенсов, не знаю, там, разные там темные энергии, там, си-делые энергии. Только приди, мы тебя исцелим. Мы снимем порчу, мы поможем тебе. Но Библия говорит, что только с Богом ты обретешь истинную защиту. Примерно, ну, где-то два года назад тоже я пришел на массаж, там, порекомендовали ученики. И человек говорит, ты знаешь, я сейчас буду у тебя энергией какой-то там особенной. Я говорю, вот, вот все, только кроме вот этого, пожалуйста. Я понимаю, я ученик Иисуса, мне не нужна никакая энергия, кроме Духа Бога. Аминь. И я верю всем сердцем, что есть сила в Слове Бога. Если я изучаю Библию каждый день, Слово Бога охраняет меня в моем пути. Вы помните, когда Иисус после поста в пустыне был ускушаем за Томой? Трижды, помните, да? Кто помнит Томой? Помню. Аминь. Как он реагировал? Наш Господь отвечал ему из Писаний, из Слова Бога. И дьявол отступил, потому что он увидел твердое основание нашего Спасителя. Как ты сегодня реагируешь на искушение? Какие мысли в твоей голове обращаются к ученикам? Какие у тебя просто первые попытки изменить ситуацию? Ты отвечаешь Словом Бога, ты стараешься найти то, что ты изучал на тихом времени или в последнее время, или просто задавишь себе вопрос и потом дома читаешь Библию, или ты подстраиваешь такую ситуацию? Понимаете, о чем я говорю? Я порой подстраивался. И это не приносило лучшего подарка. Ты чувствуешь себя просто сломлено, в твоей жизни приходят не лучшие мысли, не дай Бог лучшие поступки. Это процесс, это не за один день. Но Библия говорит, что на дьявола есть одно оружие. Это Слово Бога. Откровение 12 глава здесь сказано, 11 стих. Ученики Иисуса победили кровью Агнца. Мы крестились, братья и сестры, ами, и кровь Агнца искупила нас от грехов. И здесь сказано, второе, чем победили, Словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Словом, Словом Божиим победили. Верим ли мы в это сегодня всем сердцем, что Слово Бога побеждаем сначала в наших умах, а то в наших сердцах, а потом спасает наши души. Давайте в заключении посмотрим два отрывка из Библии. Матфея 18 глава, стих 16. Матфея 18 глава, стих 16. Здесь удивительный диалог, удивительное вдохновение от Иисуса. Так, я извиняюсь, Матфея 16. 16, 16, стих по 18. Семен Петр, отвечая, сказал Иисусу, Ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, Блажен ты, Семен, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий в небесах. И я говорю тебе, Ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Аминь. И прочитаем тогда 1-я Иоанна, тут же, 1-я Иоанна, 4-я глава, 4-й стих. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Тот, кто в вас, наш Господь, больше того, кто в мире. Аминь. Друзья, нам нужна победа в Иисусе. Если ты сегодня пришел в этот зал и не ожидал такого разговора, добро пожаловать. Мы любим изучать Библию. И сегодня Слово Бога говорило нам. Первое, о духовной битве, что в ней нет нейтралитета. Либо ты с Богом, и ты на свету, и ты будешь спасен. Либо ты во тьме, и ты без Бога. И дьявол манипулирует твоей жизнью. Сегодня мы говорили о том, что нужно знать своего врага. То есть, трудно бороться с тенью, да, там, или там, с призраком каким-то. Здесь сказано, дьявол конкретный враг, духовный враг, злой дух борется против нас. И есть оружие против него, кровь Иисуса, Слово Божие. Аминь. И то же мы считаем, что церковь, вот что удивительного Господь создал. Церковь. Почему я бегу, серьезно бегу, и там, моя дочка очень вдохновлена. Приходя в церковь, ты чувствуешь себя как дома. Церковь, врата ада не одолеют ее. Это так здорово, что мы можем помогать друг другу быть учениками Иисуса. Что мы можем, приходя на собрание, искренне узнавать, как дела. Мы можем, приходя на собрание, молиться вместе. Может быть, поднимут после службы провожать наши духовные общения, наставлять друг другу словом, поддерживать, не знаю, какими-то своими моментами, как мы проходим трудные ситуации. Церковь, врата ада не одолеют ее. Бог сегодня вдохновляет нас радоваться каждой встрече, среди недели, службе воскресения, радоваться. Почему? Потому что церковь это то место, где дьявол точно не может сделать ничего. Знаете, ну как бы, здесь даже простой момент. Если ты на хоккее, как правило, твои мысли заняты хоккеем. Согласны, да? Если ты на футболе, скорее всего, твои мысли заняты чем? Ну, может, ты параллельно там еще в интернете, там, мы знаем, счет про хоккей, но, скорее всего, футбол. Если ты в церкви, может быть, минут 20 ты поборешься по себе, знаю. Но если ты искренний ученик, ты пришел, ты, может быть, чуть-чуть поборолся, но ты в церкви. Аминь. Аминь. И здесь есть такая благодать от духовного общения, от того, что мы действительно вместе идем к Богу. И ты чувствуешь, я не одинок в духовной битве. Бог поддерживает. Брака ада не одолеют нас, потому что мы в церкви Иисуса Христа. Нам нужно помнить, что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Молитесь за это каждый день. Друзья, наставляйте друг другу и слово. В последнее время мы не имеем, может быть, какого-то, обращаюсь к ученикам снова, вот, какого-то регулярного, знаете, такого расписания, как мы наставляем друг друга, встречаемся. Но положите в свое сердце, в своей домашней церкви регулярно встречаться на молитву. Регулярно встречаться, чтобы пообщаться и из Библии, может быть, один-два отрывочка, узнать, как дела наставят друг друга. Почему? Нет другого пути, как нам быть в церкви именно духовной общины. Такой общины, которую врата ада, как сказано, не одолеют. Почему? В ней живет Слово Бога. В этой общине духовной живет любовь Христа. Аминь. Друзья, давайте будем радоваться, потому что Иисус победил сатану. Он сброшен с небес. Он, побеждаем учениками здесь на земле, но нам нужно помнить, что пока он еще не наказан, не запрещен в теницу, как Библия говорит, он пока не уничтожен. Давайте помнить об этом, давайте будем бодрствовать и молиться, как Библия призывает нас, потому что дух бодр, наш обход немощно. Давайте будем обозрять друг друга в вере. Давайте будем смело проповедовать и обличать этот мир в грехах. Давайте держаться собранием и быть преданными церкви. И тогда мы в этой духовной битве будем вместе с Иисусом, как и он, победителем. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ